Дорогие мои, мы продолжаем быть во второй главе Деяния Апостолов. Я напомню, в прошлый раз мы вчитывались, вслушивались, внимательно смотрели на проповедь Петра. И я хочу напомнить, что он разговаривал с народом достаточно жестко. Это вообще, знаете, такой признак, очень яркий, человека, который обличает, как делали древние пророки. Если вы почитаете Священное Писание, пророки там не стеснялись в выражениях, когда говорили о грехе народа. Чтобы мы понимали, в каком положении в то время был народ Израиля. Если даже вы спросите кого-то из сегодняшних раввинов, вам скажут, что вот в тот период было то, что называется Сенат Хинам, напрасная ненависть среди народа, которая, собственно, и привела к тому, что последовал галут, рассеяние, разрушение храма. Но если мы посмотрим на картину в целом, мы должны понимать, что было все весьма плохо в духовном состоянии. Во-первых, было огромное количество евреев, которые совершенно не жили как евреи. Они айеллинизировались, жили как римляне. Таковых было очень много в Израиле. Благодаря пресловутому Ироду, которого мы вспоминаем периодически, который тут пытался все эти римские реформы насадить. Дальше. В храме тоже творилось непонятное, неизвестно что, непонятно какая жизнь. Почему? Потому что храмовые священники вели себя непотребно. Начнем с того, что многие из них были вообще непонятно откуда взяты, их там Ирод привез, но это другой вопрос. Хорошо. То, что они творили там, такие люди как Йоханнан, мы знаем с вами секта есеев, которая жила в пустыне. Почему это? Там были многие из священнических родов. Йоханнан Амадбиль должен был быть храмовым священником в череду Захарии после своего отца. Но он ушел, потому что видел то, что там творилось. Да? И так поступали очень многие. Ну, есть много источников в Талмуде, в истории, которые рассказывают о том, что происходило. Поэтому говорить о том, что Израиль хранил в то время веру в единого, очень и очень сложно. Были, были. В первую очередь, те, кого мы называем фарисеем, перушим, они были очень тверды. Хотя и их коснулись очень многие грехи, о которых мы читаем с вами на страницах священного писания. И вот на фоне этого звучит проповедь Петра, которая обличает их в том, что Машех пришел, а вы его отвергли. Царь ваш пришел. И вы его не приняли. И вот мы с вами читаем дальше в 37 стихе написано. Опять я для тех, кто будет смотреть, говорю, что я читаю не из синодального перевода. Вы можете следить там, что у вас есть. Для зрителей я вставляю текст синодальный, чтобы они могли следить за тем, что я читаю. Итак, 37 стих. Эти слова задели их заживое. Они сказали Кефе и остальным посланникам, братья, что же нам делать? Кефа ответил им, отвернитесь от грехов своих и возвратитесь к Богу. Каждый из вас пусть примет погружение властью Машеха и Ишуа для прощения грехов, и вы получите в дар Руха Кодыш, Святого Духа. Смотрите. На что первое, о чем говорит здесь Шимон, Петр, он говорит, отвернитесь от грехов своих. Слово метаноя, которое здесь употребляется в греческом языке, вернее, производное от этого слова, по сути, это передает значение нашего выражения еврейского лахзор бачева. Вернуться к Богу, да, к вопросу, если уж буквально точно переводить, да, вернуться. Почему? Потому что Шимон понимает то, чего им не хватает в жизни. Есть народ в то время нуждался в покаянии. Опять, я говорил в прошлый раз, какой грех им предъявляет Петр? Грех неверия Машеху. Смотрите, у них было много грехов. У всех живущих на земле есть много грехов. Но грех первый и главный, в котором должен раскаяться каждый человек, это неверие в Машех. Тем более еврейский народ, которого Моисея. И вы придите, спросите любого раввина, что значит слова, которые сказал Маше Робейну к народу израильскому, воздвигнет вам Бог пророка, как меня его слушаетесь. И вам скажут, что речь идет о Машехе, которого нужно слушаться. И в других местах написано, что если ты не будешь слушаться Машеха, если ты не будешь его почитать, преклоняться при нем, тебе пойдет вот это и вот это и вот это. Это предупреждение, которое делал Бог. По сути, когда они его слушали, Петра, они должны были услышать именно это, что вот он, Машех, пришел, а мы-то его не послушались, а Моисей нас предупреждал. И что же делать, они его спрашивают. А Шимон ему и отвечает. Значит, покайтесь. И допримет каждый из вас погружение. В русском языке используется слово крещение, мы стараемся этого слова избегать по мере возможности. Смысл-то в чем? Что это действие само по себе означает? Это действие само по себе означает прежде всего признание абсолютной власти Машеха в твоей жизни. Еще, который сам по себе не нуждался в том, чтобы проходить это действие, совершил его для чего? Это гвуль, это граница, которая показывает человеку, когда он это совершает, что да, я иду уже в этом направлении, все, не хочу в других направлениях. И это свидетельство, которое действует и перед небом, и перед землей, и перед всем духовным миром, что человек принял решение. Потому что покаяться можно, знаете, и эмоционально. Человек под влиянием осознания, да, я грешник большой, да, что мне делать? Покаялся в грехах, а потом пошел жить так же, как жил раньше. По сути, погружение Тфила, как мы ее называем, это провозглашение, что я уже не буду жить прежней жизнью и буду бороться с грехом. Именно поэтому в нашей среде принято, что мы не совершаем это действие с детьми. Ребенок не может принять такого решения, он не может ничего... Шимон, кстати, пишет в одном из своих посланий, что Тфила – это обещание Богу, служение Ему в доброй совесть. Ребенок ничего обещать такого не может. Мы с вами читаем 39-й и 40-й стихи написано. Потому что обещание дано вам, вашим детям, всем дальним, всем тем, кого призовет Адунай. Он приводил также множество других доказательств и настойчиво убеждал их. Он говорил, спасайтесь от этого развращенного рода, поколения. Смотрите, он называет этот род развращенным. И действительно, мы, глядя на жизнь того периода, понимаем, ну вот мне, я пытаюсь, опять, я всегда сравниваю с тем, что совершает Машех, с тем, что было, когда мы были в Египте. Потому что исход из Египта – это Геула первое, да, искупление первое. А приход Машех – это начало Геулы последней, которое закончится с его возвращением. Так вот, Раббаним говорят, что когда мы были в Египте, мы из 50 ступеней деградации прошли 49. Оставалась только самая последняя, самая нижняя ступень. Некоторые раввины говорят, что если бы Израиль опустился на 50 ступень, то уже не нужен был этот народ. Бог взял бы новый народ, создал. Я не буду это анализировать сейчас, я просто привожу как пример. Так вот, нечто подобное было и тогда, когда еще пришел на землю. Израиль был разрознен, они между собой грызлись, они воевали, в храме творилось непонятно что. Вы помните, он дважды, дважды изгонял торгующих из храма. И поэтому это был род действительно развращенный, развращенный грехами. Эти, которые пошли по Еленскому пути, они же идолопоклонники. Я, кстати, слышал от некоторых Раббанимов, что идолопоклонства как греха не было в Израиле. Это неправда. Был среди тех, которые пошли Еленским путем. Но главное, о чем он говорит, что вот вы же, люди, которые жили там, жили таким образом жизни, вы же слышали, что Ешо говорит. Он, кстати, сам Ешо много раз повторял. Тот, кто от отца, тот понимает, о чем я говорю. Слышит меня, да? Вы слышали и отвергли его, говорит Шимон. И тот факт, что произошло дальше с еврейским народом, подтверждает, что Шимон таки был прав. Очень быстро после этих событий мы потеряли храм, мы потеряли землю, ушли в рассеяние почти на 2000 лет. И в этом рассеянии творилось одно, второе, третье, холокост, все это до кучи, и все это на один несчастный еврейский народ. Однако, о чем я тоже очень часто люблю повторять, мы выжили и вернулись сюда, в эту землю, не потому, что мы хорошие, не потому, что мы какие-то особенные, нет. Потому что у нас такой Бог, который обещал Аврааму однажды, и этого абсолютно для него достаточно, потому что он до сего дня продолжает быть верным своему обещанию. И то, что с нас еврейский народ не умер, причина только одна, в Боге. И то, что дальнейшее исполняется, причина только одна, в Боге. А хотите, я возьму на себя смелость, вы знаете, я редко такие вещи заявляю, сказать, что будет дальше. Дальше в этом мире будет очень много чего плохого и страшного для всех народов, и больше всего для евреев. Но когда придет день, и еврейский народ покаяться, он станет главным народом на земле под руководством своего царя, Машеха. Опять, это не потому, что еврейский народ такой, что Бог такой, он пообещал. И то, что я сейчас вам говорю, это просто вкратце несколько обещаний, которые еще нам дал Бог. Как, например, он обещал, что наша земля будет от реки Египетской, я так верю, что от Нила, да, и до великой реки Ефрат. Вот когда я увижу это, скажу, аллилуйя, совершилось. Кстати, чтобы вы знали, во времена, какая это была война, во времена Хрущева, я не помню сейчас, как она в Израиле, эта война называется, когда уже туда, к Ефрату подкатывали наши войска, только вмешательство Советского Союза помешало израильтянам. Ну и то, как помешало, ну они сами испугались. Нет, это не шестидневная, это, по-моему, 68-го года война. Ну, я не уверен. Сейчас не хочу сказать просто. Но смысл в том, что уже можно было туда продвинуться и, собственно говоря, исполнить обетование Авраамова. А почему не сделали? Испугались кого? Ну, то есть, понятно, по-человечески Советский Союз, огромная империя с ядерной дубинкой, конечно, кошмар. Да? Но если ты понимаешь, что не Советский Союз руководит этим, тем миром, и даже не Сатана, стоящий за Советским Союзом, а я уверен, что именно он стоял со всем борением с Богом, который устроил СССР, да? Так вот, если ты понимаешь, что на самом деле этим миром творит Бог, то надо было не бояться и не возвращаться, а дойти уже. Так же, как с Храмовой горой получилось. Ну, ладно. Теперь, 41 стих. «Тогда люди, признавшие то, о чем он говорил, совершили твилу, и в этот день к группе верующих присоединилось около трех тысяч человек». Представляете, еще вчера их было 120. Ну, еще, может, были тайны, которые там не собирались со всеми вместе, ну, примерно. В один день три тысячи человек. В чем принципиальная разница? То, о чем я вам говорил от самого начала, Дух Святой пришел на землю. Понимаете, в моих словах нету ничего, если Дух Святой не действует в этот момент у вас в сердцах. Ничему вы у меня не научитесь, если Дух Святой не будет у вас действовать. И я просто сотрясаю воздух, если Дух Святой не говорит тем, или тем, кто смотрит видео, или... В этом нет никакого смысла без Него. Но когда Он действует, тогда что-то вот тут внутри действует. Да? И сердце человеческое начинает меняться, и тогда уже не возникает вопрос, а надо, не надо, развлечиваться. Вот задавали мне вопрос из тех, кто к нам сюда приходит, в чем я должен каяться? Да? Ну вот в чем там человек мне спрашивает? Я говорю, я могу сказать, ни в чем. Почему? Потому что пока Дух Святой тебя не обличает, любые мои слова, они бессмысленны. Но когда Дух Святой тебе говорит, в чем ты виноват, тогда я могу говорить вообще о чем угодно. Вы понимаете? У меня было ни раз и ни два в моей жизни ситуации, когда я вообще говорил о другом, совершенно о другом. А люди меня понимали с точностью, да, я не знаю, наоборот. Ну, может, неправильно сказать, наоборот. Но совершенно про другое. То есть, когда мне говорили, вот ты это сказал. Я говорю, да не говорил я этого, даже близко. Я вообще на другую тему говорил. Нет, вот ты мне это самое... Это не я, это Дух действует. И только Он может привести человека к покаянию. Дальше. И результатом действия Духа Святого, это вера, которая рождается в человека. Вера во что? Вера в Машеха. Еще, будучи здесь на земле, говорил ученикам, народу, говорил, когда Дух Святой придет, Он обличит о грехе, возвестит о правде и о суде. О грехе, я об остальном сейчас говорить не буду, это у нас есть... А, они не записаны, эти уроки, да, по Йохананову. Но мы говорили, когда... О грехе, Он говорит, что не верят в Меня. Почему? Потому что, если бы верили, то стали бы слушаться. Но справедливости ради, надо сказать, вот то сообщество, которое там собралось в тот момент, сам факт, что у них зародился вот этот вопрос, братья, что же нам делать, то, что они показали готовность своих, свою к активному действию, и это привело к тому, что около трех тысяч человек в тот день. Потом, мы с вами, если посмотрим, то там около пяти тысяч только мужчин, да, потом десятки тысяч фигурируют среди иудеев, то есть число Талмидим все время растет, 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 численность увеличивается, где-то написано, великое множество народа уверовало. Потом Лука, мы с вами говорили, что автор Лука этого, этой книги, он уточняет, что были многие уверовавшие с Каганием, да, то есть священников, стали послушными верой. Почему? Он просто хочет показать, что это касалось всех начальствующих там, из дома там, кесаря уверовали, и оттуда, ну, это позже, правда, но смысл в чем? Все больше и больше людей веровали, из Пирушин, очень многие из фарисеев уверовали, стали послушными верой. И по таким общим прикидкам, потому что потом, ну, просто со счету сбились, да, по общим прикидкам сотни тысяч людей из разных слоев еврейского населения уверовали. Поэтому, несмотря на то, что первоначально Машех не был принят как царь, и этому еще предстоит совершиться, народ израильский примет Ешоа как царя своего, да, но, начиная с прихода, сошествия Духа Святого, количество людей, принимающих Машех, становилось все больше и больше и больше. И даже дальше, когда уже к концу первого века среди верующих было больше не евреев, чем евреев, да, потом пропорция росла, и, собственно, это и было планом Божьим, но евреи среди верующих в Ешоа были всегда. Сегодня наши рабонимы часто пытаются представить, что евреи обращались в христианство только силой. Это неправда. Были такие случаи? Много, очень много. Особенно в Европе, да, спасаясь от инквизиции, спасаясь от, желая спасти себя, евреи принимали христианство под давлением. Это было. Но были и такие всегда на протяжении всех двух тысяч лет, для которых это было не результатом давления, а результатом веры, которую они приняли. В 42-м стихе. Они постоянно находились в учении посланников, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Учение посланников в синодальном переводе написано в учении апостолов. Учение дедахе. Это, ну, учение, да, но если бы я искал эквивалент в еврейском языке, я бы написал в Торе посланников, да, в Торе апостолов. Почему? Во-первых, они все были евреями, и Тора была основой их веры. Во-вторых, как мы с вами говорили, когда изучали Евангелие от Йоханана, что Мащеех – это воплощенная Тора. Еще не учил чему-то новому, чему-то стороннему. Он учил правильной интерпретации Торы. Причем это было уже существовало, в большинстве своем уже существовавшие идеи. По сути, что такое Новый Завет? Новый Завет, если выражаться нашим с вами языком сегодняшним, это Талмуд от Ещева Машеха, от его учеников. Там содержатся многие те же элементы. К сожалению, вот в современном Талмуде, если вы его читаете, там много вещей, которые носили вспомогательный характер, а их сделали законом. Это неправильно. И я никогда к Талмуду не относился, как к равному Торе. Ни в коем случае. Но если ты знаешь его, то это многие вещи тебе помогают понять. Так вот, Новый Завет, он помогает понять, но при этом, поскольку Новый Завет дан самим Богом, то у него более превосходная степень. Поэтому мы Новый Завет приравниваем к Ветхому. Теперь, еще одна деталь, что когда Шимон упоминает, или не Шимон, простите, Лука, упоминает Коганим, упоминает Левием, упоминает судей, которые уверовали в Ешева, почему он это делает? С одной стороны, как я сказал, показать, что из разных слоев, с другой стороны, смотрите, именно священники, именно левиты, именно судьи имели право оценивать учения. Они составляли базовый суд. То есть, если появлялась какая-то ересь, их задача была в том, чтобы вместе собравшись, принять решение. Ересь это, если ересь, то в чем? Если нет, то сказать, ребята, ну, вот как есть, так и есть. И тот факт, что они уверовали, показывает, что они отнеслись к этому серьезно. То есть, по идее, вы понимаете, они должны были направить усилия, если это неправильно, на борьбу с этим. Но изучив вопрос, они приходят к выводу, что это правильно и не противоречит учению Торы. И Шимон подчеркивает, что они, наполнившись Духом Святым, под влиянием Духа Святого, продолжают. И те действия, которые они в дальнейшем совершают, о которых мы говорим, много на страницах Священного Писания, показывают, что они были правы, что Бог с ними, что Бог поддерживает эту позицию. Мы с вами читаем, что они пребывают в общении. Слово община, собрание мы говорим, да, церковь, ну, как бы для нас, евреев, это более, ну, смысл такой же, экклесия с греческого, смысл такой же, общение, собрание. Так вот, в чем смысл общины? Я знаю и общаюсь с людьми, которые управляют огромными-огромными церквями. Боже, как же им тяжело. Я сам был в подобном положении. Ну, потому что невозможно, когда у тебя тысяча человек всех знать, знать проблемы. У апостолов не было такого, они собирались все вместе. Мы читаем с вами преломление, и пребывали в преломлении хлеба. Конечно, сегодня христианство чаще всего это воспринимает как вот вечерю, как мы с вами раз в неделю. На самом деле это не так. Преломление хлеба – это кедуш, который мы совершаем каждый раз перед трапезой. И то, что они делали, они вместе кушали. То есть они общались и кушали. Есть цитата такая, где-то я ее себе даже записал. А вот, раби Ильезер Азария, который жил где-то примерно в первом-втором веке. Он писал, если нет трапезы, нет изучения Торы. Если нет изучения Торы, нет трапезы. Это в трактате А вот написано. То есть это вещь, которая соединена. Почему? Потому что, когда мы общаемся друг с другом, что мы делаем? Мы свидетельствуем друг другу о том, что Бог делает в нашей жизни. Даже когда вы просто спрашиваете, как у тебя дела? Да? Она рассказывает о том, что в ее жизни происходит. Но это Бог делает в ее жизни. И поэтому, совершая это, мы наполняемся тем, что Бог нам дает. Йоханнон пишет в первом, кажется, послании. Если ходит во свете, он, правда, это пишет в другом контексте, но оно здесь применимо. Он пишет, если ходит во свете, как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь его омывает нас от всякого греха. Он там преломляет это конкретной ситуации, но общение друг с другом это то, что помогает нам быть в назидании. И, конечно, когда мы совершаем преломление хлеба, мы всегда это делаем бы с чем еще. Почему? Потому что он вложил в это новый смысл, вот на той самой предпасхальной трапезе, да, когда, о чем мы говорим. Мы специально выделили один раз в месяц этого подчеркнуто отдельно, да, в воспоминании о том. Но на самом деле, каждый раз, когда мы совершаем кедуш, мы совершаем то, что он заповедовал, когда он сказал, что тело это есть его тело, да, хлеб это есть его тело, террож это есть его кровь. Именно поэтому мы совершаем это в его имя. 43-44 стихи. Все были исполнены благоговением, и множество чудес и знамений было совершено посланниками. Все верующие, еще находились вместе, и у них было все общее. И они даже продавали свои имения и имущества, и раздавали вырученные деньги всем нуждающимся. Каждый день они неизменно и единодушно встречались во дворе храма, преломляя хлеб по домам, принимали пищу в радости и простоте сердца. Смотрите, это отнюдь не призыв к коммунизму, просто вы должны понимать, что на тот момент многие думали, что Ешо ушел ненадолго, что он вот-вот вернется. И поэтому в данной ситуации жить, как раньше жили, многие не находили. Потом даже возникал вопрос, это мы находим и в посланиях, нужно жениться, не нужно жениться, если он скоро вернется, ну а зачем жениться, ну если не сегодня завтра. Потом уже апостолы поняли, что нет, наверное, не скоро. И они говорят, ребят, давайте жить вот в бытовом смысле, как жили. И вот эта схема, когда все делили и раздавали, она довольно быстро прекратила свое существование. Но смысл сейчас я хочу не об этом. Смотрите, были праздники, мы с вами об этом говорили. В Иерусалиме очень много было гостей из других городов, из других регионов, да? И когда они уверовали, ведь среди них тоже были уверовавшие, они не имели ни жилья, ни имения своего, чтобы позаботиться. Они думают, ну надо подождать, он сейчас вернется. Как же? Люди заботились друг о друге. Вот на что я хочу обратить сегодня наше внимание. «Еще однажды сказал ученикам, из того узнает, что вы мои ученики, что вы любите друг друга». Что такое любовь? Это поглаживание по головке, говорить, что у тебя все хорошо будет там, поддержка. Любовь – это в первую очередь забота друг о друге. Вот это первое, в чем проявляется. Любовь одного по отношению к другому, мужа по отношению к жене, жене по отношению к мужу, наша по отношению к детям, она имеет и другие проявления, но первое – это забота. Так вот, ученики Ешо, о чем мы здесь с вами сейчас читаем, заботились друг о друге. Так хорошо, что даже кто-то продавал все, что имел, приносил, отдавал, только чтобы позаботиться о тех, которые не имели с собой здесь ничего. Они продолжали все время ходить в храм, хотя шлошар и галим, как мы с вами знаем, уже закончились, да, и следующий праздник, при которой по заповеди нужно было посещать храм, был только на суккот. Но это не запрещало приходить в храм, когда ты хотел. То есть, и вот это тоже важная деталь, они продолжали оставаться евреями, жить еврейской жизнью. В 47-м стихе хваля Бога и пользуясь всеобщим уважением, и день за днем Господь продолжал присоединять к ним спасенных. Уважение – это вещь, которую невозможно насадить, ее можно только заслужить. А как? Как можно заслужить уважение своими поступками, заботясь о ближних? Другими способами можно запугать, можно заставить слушаться. Мы приехали с вами из страны, ну, я, может, чуть постарше, тут есть люди, которые старше и меня, помнят эти времена, когда нас страхом заставляли делать очень многие. Вот сейчас у нас тоже в нашей стране страхом заставляют прятаться от вируса. «Я противник любой формы принуждения». Уважение таким образом вызвать нельзя. То, что ученики Ешоа, его последователи пользовались уважением, говорит о том, что они заслужили в глазах тех людей, которые их окружали. И как результат этого, обратите внимание, Господь продолжал присоединять спасенных. Я уверен и продолжаю быть уверенным в этой идее, хотя меня за нее уже не раз критиковали, что главным признаком здоровья общины Машеха является приложение спасенных к этой общине. И если есть община, у которой нет этого приложения, то у меня есть вопрос по поводу ее духовного состояния. Что не так? Почему не происходит? И по сути, это и есть кульминация описываемых событий. Почему? Потому что мы с вами видим, что благодаря послушанию Торе, благодаря послушанию заповедям Господним, ученики жили так, что Бог очень обильно благословил первую общину и совершались многие чудеса и знамения. Мы дальше еще будем это неоднократно видеть. И так, что и у людей окружающих их это вызывало восхищение. Вы знаете, что мы сегодня с вами живем в стране, где вы не можете выйти на улицу и проповедовать об Ильишо? Это невозможно. Тебя либо арестуют, либо побьют, либо еще что-нибудь сделают. Что я да могу делать? Я могу жить так, чтобы меня спрашивали о том, а почему я такой необычный. То есть рано или поздно твое отличие от других начинает быть заметным и это дает тебе право и возможность говорить о чем собственно твоя вера. Мои религиозные соседи уже догадываются, что я религиозный, но не такой, как они. Придет время, меня об этом спросят. И когда спросят, я отвечу. И никакой механизм запрещающий в этом государстве не помешает мне это сделать. Почему? Потому что чтобы иметь право проповедовать, надо сначала заслужить уважение, как это было у апостолов. И тогда результат будет. Вот это то, что я хотел с вами сказать, да? Браха. Явереха хаадонай вишмиреха яир адонай пановлеха вихунеха иса адонай пановлеха вайсим лиха шалом висамо от шнуми альбне ישראל ва ани аврахем бешем ישом Ашех. Амен.